Апостолы язычников Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божию, строгость отпадшим, а благость тебе, если пребудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к сводей маслине. В представленном сегодня нашему вниманию апостольском отрывке из послания к римлянам, святой апостол Павел в очередной раз касается темы вхождения в церковь иудеев и язычников. При этом апостол сравнивает иудеев как носителей единой на то время обооткровенной религии с родными ветвями дерева, а язычников с дикой маслиной. Святитель Феофан Затворник, рассуждая над приведенным сравнением, пишет, Язычники именуются апостолом Павлом Дикой Маслиной, потому что по сути их жизнь не имела добрых плодов. Благодаря же тому, что родные ветви временно, как полагает апостол, отпали, дикая маслина получила возможность привиться к хорошей маслине, самому Господу нашему Иисусу Христу, и стать причастницей Его оживительных соков, то есть благодати Божией. Впрочем, подобное привитие дикой маслины к плодоносному дереву не дает ей право превозноситься своим нынешним положением. Апостол предупреждает, Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Святитель Иоанн Златус пишет, Апостол Павел предостерегает язычников от гордости по той причине, что гордость и высокомерие приводят лишь к одному – презрению и нерадению, из-за которых человек с легкостью может отпасть от Христа. Пришествие в этот мир Сына Божия открыло одновременно и строгость, и благость Божью. Строгость по отношению к иудеям, которые имели закон и обетование, и благость по отношению к язычникам, которые не имели ни первого, ни второго. Бог проявил по отношению к иудеям строгость, потому что они, зная о том, что некогда придет Мессия, должны были распознать признаки Его пришествия и, как следствие, принять Его, а не отвергнуть и распять. Язычники же получили от Господа милость по той причине, что, имея о Боге лишь смутные представления, они увидели в странствующем аллелейском проповеднике не просто человека, но спасителя мира и уверовали в Него. Услышанное только что нами апостольское повествование раскрывает пред нашим духовным взором одну очень важную вещь. Бог силен вернуть к святости даже самого отчаянного грешника. Бог может прежде избранный, но изверженный народ вновь избрать к особому пути божественного служения. Только ничто не совершится без веры и истинного исповедания. «Милость и слава Божия осеевают только тех, кто достоин этой славы». Женефи Филак Болгарский отмечает, «Весьма мудро устрашает Павел Язычника тем, что случилось с иудеями, а иудею, примером случившегося с язычниками, внушает смелость привиться верой и обнадеживает его упованием на могущество Божье». Мы должны помнить, что живая вера исповедуется не только словами, но и подтверждается делами добра, любви, милосердия. Всей своей жизнью апостол Павел утверждал учение Христово. Его вдохновение и пример праведности преобразил язычников, обратил их к Богу. Язычники приняли апостола Павла с открытой душой и распахнутым сердцем. Иудеи же, родные ему по крови люди, за которых сам Павел очень и очень переживал, не любили, гнали, пытались убить верного последователя Господа. Видя в том пробус Божий, апостол не скорбел и не роптал, продолжая привлекать истине Божией в чем большее количество людей. Да, Павел говорил иудеям о их отвержении, говорил открыто и честно, но при этом апостол не скрывал своей радости и ликования о том, что даже отвержение иудейского народа имело благодатные значения для мира в целом, так как открыло верный путь спасения для язычников, пробудило в них готовность принять Христа. И вот апостол Павел спрашивает себя и всех нас, если уж трагедия отвержения иудеев сменилась слабой принятии язычников, то каким же торжеством явится тот благословенный миг, когда многие другие иудеи, а не только остаток современников самого апостола Павла, обратятся к Богу-содержителю. И если иудеи смогут все-таки разглядеть в Иисусе из Назарета истинного Мессию, тогда, конечно же, сбудутся слова первоверховного апостола Павла, который называет обращение иудеев не иначе, как «жизнью из мертвых». Ведь, по словам святителя Иоанна Златулуста, подлинное воскресение мертвых начинается тогда, когда упорный грешник обращается от своего греха к Богу.